Ну что, всем привет! Это специальный выпуск «Осторожно, новости», практически, как говорится, праздничный. Но посвятить его я хотела бы не 8 марта, как вы могли бы подумать, и не всей этой любви с мимозами и тюльпанами. Я хочу рассказать вам совсем о другой любви, по-настоящему долгой, крепкой и, честно сказать, временами пугающей. О любви так называемых журналистов и продюсеров НТВ ко мне, Ксении Собчак. Итак, это ответ на новую поделку НТВшников из новых русских сенсаций. Устраивайтесь поудобнее. Поехали! Если вы обнаружили на своем теле клеща, от него нужно избавиться как можно быстрее. Он может быть безвредным, но, тем не менее, будет пить вашу кровь, вы должны это понимать. Лучше обратиться в травмпункт, хотя снять его можно и самому тоже с помощью пинцета, нитки или шприца. Главное знать как. Но есть ли этот клещ телекомпании НТВ? Придется повозиться. Дело в том, что месяц назад эта матка честной и беспристрастной журналистики уже посвятила мне аж два выпуска за два дня подряд. Я подробно их разобрала здесь, в выпуске, который инфоповодом не стал, так как вышел 16 февраля. Многим, честно говоря, было что обсудить и без него в тот день. Многим, но не НТВ. Знаете, я наивно думала, что после моего ответа мы с этим доблестным желтым коллективчиком будем долго друг от друга уже отдыхать. Но нет. Новые русские сенсации приняли разбор как бы за приглашение к новому раунду. А мою наивность по отношению к ним стоило вытравить дустам еще 8 лет назад. Несмотря на то, что вы НТВ, может быть, мне удастся донести то, что я хочу, и меня даже не порежут на разные осколки фраз, из которых потом сложат слово счастье крупными буквами или какое-нибудь другое слово. Что значит НТВ не порежут на осколки фраз? Собчак, ты вообще в своем уме? Это вообще все, что они умеют делать? Ну, как бы ничего нового. Все с трудом добытые секретные материалы годами лежали на моих страницах. Плюс вагон, ну, просто откровенного вранья. Фирменный почерк НТВ, так сказать. Здесь гражданка Израиля то ли путается в показаниях, то ли чистосердечно признается, что на ее страницах годами лежит вагон вранья, но для ее уровня такое простительно. В воскресенье состоялась премьера «Тайн кровавой барыни-2. Дело чести». Ну, не дай бог стать еще одной из их вообще постоянных рубрик «Все к этому идет». Даже анатомия протеста. В 12-м году и то было всего две. Больше времени они посвятили разве что Пугачеву и Ротару, их воображаемой битве за престол. «Сонечка против Аллочки. Великое противостояние. Две суперзвезды и битва за трон королевы длиною в жизнь. Впервые тайная история войны станет явной. Откровенные признания и уникальное видео. «Сонечка против Аллочки». Смотрите прямо сейчас». НТВ вообще очень любит воображать. Ну, например, делает вид, что понимает мой сарказм буквально. Пишу. Жду третьей серии и «Джигурду». Они идут и делают третью серию с «Джигурдой». Но к этому я еще вернусь. А пока сообщаю максимально в лоб. Неуважаемые русские сенсации. А на всякий случай и «Ты не поверишь, звезды сошлись», «Секрет на миллион», «Ментовские войны» и «Пес». Пишу вам, дай бог, в последний раз. На этой главе предлагаю закончить наши отношения и взаимно *** друг от друга. Но поищите новых героев, новые темы. Тем более, как мы теперь знаем, настало их время. В среднем около пяти лет нашей жизни мы тратим на еду. Она не только источник насыщения и удовольствия. От нее зависит наше здоровье, внешний вид и даже настроение. Это я отлично знаю по себе. В рационе необходим баланс. Великий изобретатель Томас Эдисон говорил, «Врачи будущего будут не лечить болезни с помощью лекарства, а предотвращать их с помощью питания». Сегодня этим занимаются специалисты, которых выпускает Академия дополнительного образования ЭДПРО на курсе «Интегративная нутрициология». Лицензированная Академия, в которой вы освоите профессию с нуля за шесть месяцев. У школы уже более трех с половиной тысяч выпускников. Став нутрициологом в ЭДПРО, вы сможете разобраться в осознанном питании сами и помогать клиентам. Ну а также своим родным помогать с настройкой рациона, восстановлением и поддержкой здоровья немедикаментозными способами. Эта область науки рассматривает организм как единое целое, находит потенциальные угрозы и истинные причины дисбаланса. Программа разработана врачами и ведущими нутрициологами страны. Занятия проходят онлайн. Можно легко учиться в своем темпе. После окончания вы получите диплом о профпереподготовке государственного образца, а также сертификаты после прохождения каждого модуля на двух языках. Востребованность в нутрициологах растет. Сейчас стоимость часовой консультации начинающего специалиста составляет в среднем 3000 рублей, а более опытного – более 15 тысяч. Академия ЭДПРО научит находить первых клиентов, продвигать себя и зарабатывать на своих услугах сразу после получения диплома. Очень актуальные навыки. Так вы сможете выйти на практику консультирования быстрее, с достойным уровнем оплаты. А еще вам предоставят до 20 потенциальных клиентов для практики. Отличный вклад в свое будущее и культуру питания. Курс «Интегративная нутрициология» от онлайн-академии ЭДПРО. Промокод СОБЧАК даст вам дополнительную скидку. Все подробности по QR-коду на экране и ссылке в описании. В первых строках моего письма название «Дело чести». Отсылка к иску о клевете и унижении чести и достоинства, которое я собираюсь подать против НТВ. Эту невероятную, оригинальную шутку. Ха-ха-ха, какое унижение чести и достоинства, если у нее нет ни чести, ни достоинства. Канал затаскал насмерть, ну как бы уже в первую неделю после информации об иске. Но, как в старом анекдоте, они не брезгуют раз за разом откапывать мертвую стюардессу, чтобы снова пустить ее в эфир. А так как набрать нового адекватного материала на новые целых 48 минут, только вдумайтесь, ну просто негде, отсылкой к этой великой остроте удобрен весь эфир. Как и моим новым никнеймом. Новые русские сенсации не называют меня иначе, чем гражданка Израиля. Добрый вечер, шалом. Честь и достоинство гражданки Израиля. Гражданка Израиля, гражданка Израиля, гражданка Израиля, гражданка Израиля, сердобольная гражданка Израиля, гражданки Израиля, гражданка Израиля, гражданка Израиля. С прошлого раза база доказательств никак не пополнилась. Ноль работы, ребят. Мое интервью НТВ 15-го года, их собственные прошлые выпуски, мои соцсети и какие-то лежалые и помятые эксперты. Русские сенсации с упорством идиотов, которые раз перекручивают давно пережеванный фарш в надежде получить какое-то свежее филе. Но нет, это по-прежнему осетрина второй свежести. Зайти решили с актуального. С помощью монтажных ножниц, тревожной музыки и текста голосом Парторга из меня делают практически правую руку Зеленскому. Тут как ни складывая, все равно, как сказал бы Зеленский, получается полная зрадница, для которой сортир важнее русской весны. Чистый сортир, хорошая зарплата, вкусная еда и нормальные человеческие условия жизни важнее любого Крыма. Я так правда считаю. Фигуранты, люди Собчак, если они дураки, возможно, могли что-то не понимать. Но кто был реальным бенефициаром, вопрос открытый. А на чью мельницу в информационной войне все это могло сработать, пожалуй, и не вопрос. На удивление, в унисон с киевским режимом и западной пропагандой она еще шесть лет назад пыталась свалить вину за геноцид народа Донбасса на нас. Это полностью ответственность России, это мы там разожгли этот костер. Либеральный режим Украины начал варварские обстрелы мирных кварталов Донецка. Никто не хочет повесить всех этих собак на Собчак. Но почему в Киеве Майдан можно, а в Луганске и Донецке нельзя? Почему украинцы имеют право на самоопределение, а русские нет? Сначала повесить на меня всех собак, а потом расхотеть и пообещать не вешать на меня всех собак. Нет-нет, она, конечно, не разжигала костер войны, но я больше всего люблю НТВ вот за эти их но, потому что, видимо, прямо сейчас их на меня повесят. Смотрим. Никто не хочет повесить всех этих собак на Собчак, но почему в Киеве Майдан можно, а в Луганске и Донецке нельзя? Почему украинцы имеют право на самоопределение, а русские нет? Майдан, конечно, начался не из-за нее. Не, ну а что она в венке на фотографии? Ну, хотя бы сбитый Боинг на меня не списали. Помните, как Игорь Стрелков рассказал о маховике войны, который он раскрутил в 2014-м? Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. На этом бы и кончилось. Это мои слова, я их сказал про Ханову еще в 2014 году, да? И в принципе в них содержится правда. Так вот, он просто меня тогда, видимо, отмазывал, ну, судя по этому прекрасному видео. Ну и сотрудников своих я посадила, лишь бы помочь киевскому режиму. Ну а как же при такой близкой связи с Зеленским через Боню? Доказательство которой вот. Виктория Боня, важный свидетель разных приключений блондинки в шоколаде. Она мне сказала, привет, Вика, я ответила, привет. Она говорит, ты не знаешь, где сейчас можно достать Белого? Нет, не инагента Белого. Боня имеет в виду любимый белый порошок Зеленского. То есть вы поняли эту странную логику? Не знаю, под какой Аюаской еще мой эксперт, моя ближайшая подруга с детства, которую я видела последний раз, не знаю когда, увидела вдруг вот этот мифический мой звонок. Дальше шутка про Белого. Это, конечно, невероятная игра слов в духе НТВ. То есть Боня говорит про кокаин, а НТВ как собака Павлова. Слышит кокаин и тут же вклеивает в монтаж Зеленского. Нет, не инагента Белого. Боня имеет в виду любимый белый порошок Зеленского. Только я не поняла, по сюжету Боня была нашим дилером или как? И почему в этой истории я обращаюсь к ней как к знатоку в порошковом вопросе? Я прям Собчак рекомендую настоятельно. Ты знаешь, что у меня теперь есть свой ретритный центр. Мы делаем ретриты. Я приглашаю ее пройти со мной этот опыт. Ну, видимо, эта ее экспертность не смущает ни саму Боню, ни НТВ. В общем, ребятки, вам двойка и не зачет. Как вы вообще могли пропустить и пройти мимо главного козыря? 300 раз использованного до этого. Прямо затертая шестерка в колоде. Я и Зеленский вместе снимались в фильме «Ржевский против Наполеона». Тогда и установились наши близкие связи. Ну и плюс кадры из программы «Слава богу, ты пришел», где я прыгаю у него на коленках. Вот как это делается. Научу вас, бестолочь. Связь гражданки Израиля и киевского фюрера началась 17 лет назад в 2007, который она хотела бы вернуть. Уже тогда блондинка в шоколаде знала, кому запрыгнуть на колени. Эти глаза напротив он узнает из тысячи. Любительница Хавы Нагилы, не стесняясь, трется о марионетку НАТО в надежде на беззаботное, беспринципное будущее. Но теперь ее за это по головке не погладят. Поклонница Шабата и Хумуса навсегда оставила на себе пятно от контакта с кровавым клоуном. И все, что светит сторонницей Масада – гражданство от реки до моря, где вместо титулы «Звезды дома-2», «Звезда Давида» и «Милостыня» у синагоги. Это еще одна больная для НТВ тема, которая тоже была развернута довольно слабо. У Собчак по счастливому совпадению обнаружился заранее приготовленный израильский паспорт, с которым она кинулась в бега. Ветер странствий прибил ее к побережью Израиля. Ребят, берите пример с лучших. Экспресс-газета в заметке о похоронах поэта Льва Рубинштейна не стеснялась. И птичья головка покойника была завернута в еврейский платок. Как об этом не написать, согласитесь. И пришедшие проститься, оказывается, собрались помянуть недобрым словом Гоев. Это цитата. И его гибель в аварии – это нелепое ДТП у синагоги. Ну а в финале даже всунули картавость из антисмитских анекдотов. Но на НТВ, надо сказать, сдержались. Хотя могли приписать мне на работу на МОСАД. Например, это могла быть целая отдельная линия. И помочь, наконец-таки, Александру Ионову найти-таки у меня иностранное влияние. А то человек третий год мучается, в выпусках обо мне участвует. Надо ли ее сделать иностранным агентом? Мое мнение – да. Говорит, вот-вот, еще чуть-чуть, и как бы найдем. Паспорт я получила, когда мир вокруг стал рушиться. И стало понятно, что мне от этого надо уберечь себя и свою семью. Я считаю, что не исключено наличие нескольких паспортов, видов на жительство и так далее. Факт наличия израильского как раз больше подтверждает возможность получения еще какого-либо другого паспорта. По этой логике, Александр, если вы женаты, это скорее подтверждает, что у вас есть и вторая, и третья жена. Правильно ведь? Но если у вас два брата, то кто знает, сколько еще братьев и сестер вы прячете под кроватью. Господину Ионову неважно, какую хуйню нести, лишь бы нести. И желательно в телеэфире. Так это или нет, уже проверяет Александр Ионов, председатель общественного комитета по выявлению иностранного влияния. Татьяна Атольевна обо всех нелестно относится, кто ее критикует. Гурналистов за гораздо меньшие грехи признавали иностранными агентами в России. Вот таких людей НТВ назначает экспертами по Собчак. И это еще, ребят, не самое дно, оно впереди. Зато одной рукой они дают слово моим преследователям и врагам, а другой находит мне друзей. Так сказать, мои люди всегда со мной. Ну, знаете, те люди, которые всегда помогут, всегда защитят, всегда подставят спину. Теперь там у нее завелась группа страшной поддержки. В моей жизни таких людей трое. И тут надо отдать должное журналистам НТВ. Они справились и разыскали моих настоящих друзей. В лице беглых иноагентов. В Российской Федерации продолжается гонение на Ксению Собчак. Стало известно, что она подает в суд на НТВ. Громкий информационный повод всколыхнул за границей и опытных русофобов со стажем. Новые русские сенсации – это уже следующий этап. Это уже не предупредительный выстрел, это выстрел. Спасибо, родненьки. Я всегда знала, что могу на вас положиться. Единственное удовольствие от просмотра этого репортажа, ну, лично для меня заключается в том, что я представляю, как где-то Плющев, Фельгенгауэр и Ларина покрывались носом-бородавками от того, что в каком-то своем заоблачном искаженном мире НТВ их считают моими лучшими друзьями. Но вообще, надо понимать, если бы русские сенсации учили манчасть, то, ну, как бы они бы знали, как знают абсолютно все, что инагенты Плющев, Фельгенгауэр и Ларина меня не просто не любят, они меня ненавидят. В своих постах Ларина открыто меня называет мразью и сукой. Плющев плюется в меня на каждом своем эфире, и Фельгенгауэр тоже ему мило поддакивает в своем белом пальто. Ну, не знаю, Соловьев меня любит больше, чем они. То есть, представляете, какая потрясающая реальность Зазеркалья. Ксения Собчак, конечно же, никакой не журналист, и это не журналистика то, что она делает. Я никогда не цитировал «Осторожно новости», потому что, спасибо, но у нее есть такая предыстория, благодаря которой я не верю ни одному слову, которое написано под брендом «Осторожно новости». Ну, неловко объяснять, в чем проблема, в чем твоя проблема, Анатольевна. В этом смысле НТВ – особая вселенная, похлеще всякого Марвела. Здесь и мы вчетвером не разлей вода, и Боня – большой инсайдер, и Катя Гордон – моя конкурентка в борьбе за президентское кресло. Когда на старте предвыборной кампании 2018-го конкурировала с Катей Гордон. Я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру. Я теперь имею право баллотироваться в президенты. Господь не дал ей актерского мастерства, что она не может обмануть никого. Катя шла под решительным лозунгом «Гордон за баб». Собчак, видимо, была против. Правильно, нашли с кем сравнивать, где она, а где бабы. Мне казалось, что в этом есть какое-то такое поганое отношение к людям и такое высокомерие в свое время, по моему мнению, именно из-за Собчака, из-за ее мамы меня выгнали с радио. Ну, а как иначе? Я ж против баб, ну, конечно. Мы с легендарной звездой радиоэфира, известной по фамилии бывшего мужа, шли просто корпус в корпус, понимаете? Против такой силы даже маму пришлось подключить. По моему мнению, именно из-за Собчака, из-за ее мамы меня выгнали с радио. Но, знаете, я и на этом не остановилась. Светаева, которая писала... Марина? Да, нет, подожди, да. Подожди, это Ахматова или Светаева? Я могу путаться. Следующей жертвой стала абсолютно адекватная, логичная и мудрая певица Саша Градива, раскрывшаяся, как блестящий аналитик. Очевидно, что Украина готовила нападение. Совершенно точно. Какие у тебя есть доказательства? Что тебя заставляет так в это верить? Потому что, слушай, она-то, ты думаешь, в Украину хотела прийти, чтобы что? Распространять сэмплы косметики Ким Кардашиев? Зеленский нацист? Ну, кто конкретно? Он дурак. Что? Зеленский дурак. Надевание на себя бесконечных лозунгов демократия, либерация, министик, равноправие. Ты практикуй равноправие сама. Чушь-то равноправие какое-то интересное. Тут мы поравноправим, а тут для меня все как-то по-другому правим. Чуша Собчак – это инородное тело русскому народу. Вот как ни крути. Такая моральная подвижность или неразборчивость. Как это называется, да? Сегодня так, завтра так. Кстати, странно, что ее я ниоткуда не уволила. Из уст Саши это звучит особенно забавно. Сегодня так. Иммиграция в Штаты, попытка построить карьеру, единственный выход на дорожку Грэмми в платье-автомате с антивоенным месседжем, которое вызвало к ней легкий интерес на пару дней. А завтра так. Возвращение в Россию, которую пытались заразить вирусом Запада, поддержка СВО и Зеленский дурак. Ну, вот такая моральная подвижность. Дорогие граждане, у нас новый штамм очень опасного вируса. Скепсис головного мозга, так называемый СГБ. При вопросе, каково бы нашим гражданам было оказаться в стране, куда вторглись войска НАТО, отмечается вялость и угасание речевой функции, местами полным отказом челюстно-лицевого нерва. На подобные вопросы инфицированные зачастую мямлят что-то вроде... Ну, это еще не цовь, но вот нападутся, да, и думать будем. Отложив Сашу Градиву в сторону, русские сенсации достают истлевшую карту, которой все еще надеются меня побить. Маленькие гаденыши, да-да. Уже и так объясняла, и так рассказывала, и они уже это и так показывали, и так я и на это отвечала. Но, знаете, для журналистского расследования на пальмовом масле с добавлением ГМО пригодится и это. Давайте по порядку. Начнем с гаденышей, 10-летний юбилей которых празднует бывшая звезда Дома-2. Значит, вы должны просто уяснить и смириться с этой мыслью, что с сегодняшнего дня, если займем в каких этих гаденышей, которые тут живут. В полном собрании сочинений мадам Собчак есть еще много ярких цитат про детей, что называется с огоньком. Зачем мне дополнительные какие-то, как в том анекдоте, заведите козла, потом уберите козла, вот посмотрите, как у вас хорошо живется. Вот мне вообще не надо, мне и так отлично. Здесь дети уже не гаденыши, а козлы. Были и другие сравнения из «В мире животных». Раз за разом автор прикидывается ветошью и округляет невидимые глаза. А что это? А это о чем? Сравнила детей с козлами, с енотами? Так и запишем. Взять фрагмент, где я говорю «Скандалу с гаденышами 300 лет». И по этому поводу как бы заново показать всю историю с гаденышами. Гениально. Давайте повторим пройденное раз и навсегда. Я была молодая, наглая, не хотела детей и не стеснялась в выражениях. И честно об этом говорила. Это даже не ошибки молодости, мне не за что извиняться. Это просто молодость. Более того, так у молодых девушек часто бывает не хотеть детей. Разочарую. Тут даже дискредитацию семейных ценностей не пришить. Понимаете? А потом захотелось иметь детей и на свое счастье родила. И представляете, так тоже бывает. Ну и в целом именно так чаще всего и бывает. И теперь уже у меня спрашивают мои подружки, какая школа лучше, в какой кружок отдать ребенка. Потому что знают, я сумасшедшая мамаша, обожаю проводить с ребенком время. И реально уже разбираюсь в детском образовании, в лучших центрах досуга и прочих вещах. Еще один катализатор блистательных шуток, от которых отказался даже Петросян. И на агент Пагин, к которому перешли от темы животных. Поняли, да? Поняли? Не, вы точно поняли? Прикольчик, а? С этим персонажем скандальной хроники происшествий опытная мадам умело нашла общий язык. Слушай, знаешь, если бы вы были моей женой, я бы называл вас Ксения Анатольевна. Серьезно? Поклянусь его. Ну это уже какие-то БДСМ скорее, да? Да, это фикс. Айдяйка, Ксения Анатольевна, накажи. Я, видимо, в тебе чувствую что-то. Потенциал, да? Мне хочется сразу вот так встать и под обмейк лапку. Ну, смотри. Собачья радость в его глазах – подарок для Собчак. Смотрите, еще можно было вот так. Собчак не постеснялась встретиться с тем, в кого ступала нога ни одного человека. Так я была бы еще более отвратительной в глазах целевой аудитории. Но авторы додумались подчеркнуть мою мерзотность только Вероникой Степановой. Она подходит в конце и говорит, запиши мой телефон, а я понимаю, что мне не нужен. Я не хочу по нему никогда звонить. Господи упаси, чтобы у меня возникла хоть раз в жизни ситуация, при которой мне придется ей позвонить, понимаете? Ну вот, и я как бы вот столкнулась с чем, да? Что вот столкнулась с некоторым изнасилованием. Ну, заебись. То и на агента Панина отхлещу, то Степанову изнасилую. На всякий случай добавлю. Я стреляла в Ленина, я убила Кеннеди, Лору Палмер. А еще про пожар в Нотр-Даме вы слышали? Угу, тоже я. На всей территории выпуска, кроме моих друзей-инагентов, Саша, Таня, Ксюша, шлю вам теплые лучики любви. Нашелся единственный человек, который хорошо обо мне отзывается. Но от этого не лучше, когда как бы знаешь, кто этот человек. Если новой светской ревице нужен настоящий горячий мачо, их есть у нас. Лично мне не хватило комментариев Джигурды. Жду третьей серии. Для барыни никого не жалко. Если мадам так просит, выпускаем Джигурду. Ксения Собчак вызывает у меня восхищение. Ксюша Собчак трудится на мировом уровне. Да-да, на мировом уровне. Ее интеллект позволяет ей играть тонко. О вкусах, как говорится, не спорят. Но кто еще, кроме Джигурды, мог бы так блестяще оценить по достоинству космический интеллект звезды? И в шутку, и всерьез я могу сказать, если бы в моей судьбе не было Марины Анисиной, я бы приударил за Ксюшей. Это как с щенячьими глазами Панина. Поняли, да? Тут только один ее поддерживает. И знаете, кто это? Джигурда. Вы поняли, поняли, да? Точно поняли? Мы поняли и оценили прием. Унизить получилось, ну, правда, не меня. Своеобразный прогресс у НТВ все-таки прослеживается. Поняли, наконец, что просто тыкать в меня Домом-2 в анамнезе уже не работает. Надо искать какие-то все-таки новые подходы. И нашли. В Доме-2 нашли двух новых экспертов. Еще один комментарий прилетел из солнечного Лос-Анджелеса, где на связь вышел важный аналитик, бывший участник Дома-2. Мне кажется, что жалеть ее точно никто не будет. Чего только в моей жизни не происходило с Собчаком. Я знаю, что она подлая, я знаю, что она мерзкая. Но это мои знания. Откуда они знают там на НТВ? Другой эксперт не в первый раз призывает меня к ответу в связи с уголовным делом против Кирилла, Тамерлана и Ариана. Снова бросается грудью как бы на амбразуру. Правда, не очень понятно почему. У меня в телеграм-канале, в шапке профиля, полтора года в закрепленных висит сообщение с фотографиями договора Тамерлана Бегаева и Ксении Собчак как работодателя. Хочется, чтобы Ксения сказала, кому принадлежит канал «Тушите свет», чей это канал, Ксения, чьи это сотрудники, и кто дал новость о том, чей это был день рождения. Ну а теперь внимание на экран. Выпуск от 16 февраля сего года. Сразу после приговора нашим сотрудникам появились десятки заголовков о том, что Собчак от них, мол, отказалась, бросила и даже на суд не пришла. Не хочу отвечать их авторам, хочу объясниться перед вами, моей аудиторией. Ну, во-первых, я, конечно, никогда не отказывалась ни от одного из ребят. И Ариан, и Тамерлан, и Кирилл официально работали в компании, и никто никогда от них не отказывался и не отрекался. И тут, три недели спустя, проснулась Водонаева. Для опоздавших на урок объясняю. В этом болезненном деле для меня главный принцип не навредить обвиняемым. Поэтому каждое действие и комментарий я согласую с юристами и адвокатами. И да, исходя из этого принципа, я все еще не могу сказать практически ничего, кроме главного. Я прилагаю все возможные легальные усилия, чтобы ребята оказались на свободе. Как они того, уверенно, заслуживают. На этом, к сожалению, стоп от юристов. Слава богу, ни потасканным экспертам по Собчак, ни НТВ это не помешает. У них, как говорится, свои юристы. И какие-то, чьим именем можно пугать подсудимых. Будешь плохо себя вести, тебя будет защищать Ильман Пашаев. Все это сильно удивляет звездного адвоката Пашаева, который и не таких артистов обслуживал. Если другой сделали бы, поверь, вылепили бы сразу 8 лет. А с ним никто ничего не сделал. За вмогательство, вы знаете, дай ее команду. Всех закрыли. А Собчак? Нет, ни при чем. На протяжении всего выпуска нас всех интригуют. К ней обратилась Пугачева. Что же сказала Пугачева? Сейчас все скажет Пугачева. И я жду, 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 что же скажет наша Алла Борисовна. Буквально через пару минут. И вот, НТВ не подвели. Будет ей и Джигурда, и обращение Пугачевой. С какими словами к Собчак обратится Пугачева? Гораздо больше тайн знатной звездной галактики знает и, главное, готова открыть Пугачева. Вместо Примадонны презентуют некую Юнию Пугачеву, бывшую колумнистку Татлера. Все, чем человек прославился. И действует она, конечно, в тандеме с Водонаевой. Я ничем не помогала, я давила, я сливалась. Ну, понятно, никто больше, кроме Водонаевой Юнии, давать комментарии такому замечательному каналу, как НТВ, отказались, слишком уважают себя. Меня больше всего удивляет поведение Ксении Собчак. Юния Пугачева сейчас озабочена судьбой подчиненных Собчак, попавших на скамью подсудимых. Этой историей она занимается вместе с Аленой Водонаевой, хорошей знакомой светской львицы со времен телестройки любви. Из ощутимой помощи, которую получили Тамерлан и Ариану Ксении Собчак, была посылка в СИЗО, отправленная ей больше года назад, с шоколадками и минеральной водой. Ну, во-первых, Юния может перемотать на пару минут назад и прослушать все, что я озвучила только что для ее подружечки, для Водонаевой. Ну, а во-вторых, любопытный факт. Думаю, госпоже Пугачевой, как блюстительнице права и морали в белом пальто, этот факт будет интересен. Однажды некий Антон Абугов попытался отсудить никак документально не оформленный займ. Суд отклонил иск, но выяснилось вдруг следующее. У господина Абугова, бывшего вице-президентом по стратегии АФК «Система», из справок о доходах куда-то напрочь исчезли несколько лет работы. Ровно те несколько лет, которые он провел в АФК «Система», представляете? То есть он просто не отчитывался о своих доходах в налоговую инспекцию, стал невидимым. Настолько не отчитывался, что инспекция подала наличное банкротство Абугова. Конфликт, правда, разрешился. Скрытое он, видимо, заплатил, а вот квартплату за апартаменты в Москва-Сити с него все равно приходится получать через суд. Вы сейчас спросите, к чему вся эта увлекательная история? Да к тому, что господин Абугов – муж Юнии Пугачевой. Отсюда, Юния, тогда мой вопрос более правомерный, чем ваш. А чего ваш муж-то в России не бывает? А? Нелетная погода? Может быть, проблемы с законом? Может, какие-то деньги ушли из России, на которой вы теперь живете в Лос-Анджелесе? Может быть, в этом проблема? Это я к вопросу «Кто что скрывает?» Давайте, может быть, и ваш гардеробчик проверим. А то все белое пальто да белое пальто. Засветиться на НТВ в роли ярой защитницы парней от Коварный Собчак, не зная абсолютно ничего о реально происходящем, это, конечно, Юния может. Узнать у мужа, где налоги и почему не платит за свою квартиру, судя по искам и документам, уже нет. Поэтому, пожалуйста, возьмите свою кликбейтную фамилию, подругу Водонаеву, заодно возьмите адвоката Пашаева Джигурду и выйдите все из класса. А теперь, собственно, к авторам этого подзаебавшего сериала о Собчак. Так сказать, кто этот Гудвин за ширмой с чарующим голосом злой пионер-вожатый? Небольшая предыстория. Первый выпуск «Русских сенсаций», который симпатичная девушка Настя Тупикова сделала про меня, правда, как продюсер за кадром, появился на сайте НТВ, подумайте только, 11 лет назад, в феврале 2013 года. Еще через два года Настя Тупикова вместе со съемочной группой прилетела ко мне на мастер-класс «Бишкек». Там мы и записали интервью для нового выпуска. Но руководство НТВ сняло его с эфира, представляете? В посте уже девятилетней давности я упоминала Настю Тупикову, которая в том первом выпуске никак меня не обманула и сделала все корректно, насколько это, в принципе, возможно на НТВ. Все эти годы она писала мне какие-то милые сообщения, поздравления с праздниками. И вот теперь продюсеру Насте Тупиковой разрешили своим голосом произнести вот всю ту херню, которую ей написали редакторы. Вот это карьера. Поздравляю, Настя. В унисон с киевским режимом и западной пропагандой она еще 6 лет назад пыталась свалить вину за геноцид народа Донбасса на нас. Да, голос за кадром принадлежит девушке, которая снимает меня уже 11 лет. Она пришла, так сказать, к пику своей карьеры. Я, наконец, сама и без подсказок могу вспомнить, как ее зовут. И, видимо, когда она в 50-й раз называла меня гражданкой Израиля без чести и достоинства, ни одна из этих милых смс-ок ей не вспомнилась. Ну и зачем, действительно. Вдруг настроенный голос робота-судьи возьмет и дрогнет. Нехорошо получится. А интервью, повторю, 9-летней давности, мы, боюсь, еще много раз увидим по самым разным поводам. Ну не пропадать же такому добру. Думаю, свою жизнь Настя Тупикова закончит через много-много лет, монтируя выпуск о совсем уже старенькой светской львице в шоколаде Собчак. Потому что из русских сенсаций, ребят, нет пути на пенсию. Только в могилу. Это был специальный НТВ-шный выпуск «Осторожно, новости». Подписывайтесь на нас и здесь, и в Телеграме. Жмите колокольчик и обязательно ставьте лайк выпуску. Увидимся с вами через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok